У нас жители волнуются о том, что в школе нет отопления и дети учатся в холодных условиях. Вы подскажете, что у вас есть в школе отопления? Сейчас я приглашу исполняющего обязанности директора. Он ответит на ваши вопросы. Ну, то есть мы просто с вами подняться, вы говорите, есть отопление. Нет, сейчас я приглашу ее, и она с вами поднимется. Вы не переживайте. Звонят родители, учащихся детей. Говорят, что у вас было повещение о том, что отопления в школе нет на данный момент. Отопления в школе нет. Вот видите, как я хожу. Ну, я вижу, как вы ходите, но что вы трогаете? Ну, вы дадите мне их потрогать? Ну, прохладно после того, как пришли просто дети. Вы можете со мной подняться в любой из классов, либо в общее помещение, и мы потрогаем вместе батареи. Здесь они холодные, не может. Вот здесь вот горячие батареи. Ну, я могу пройти? Конечно, ну, тут можете. Пустите, пожалуйста. Ну, сейчас подождите, сейчас подожду. Ну, так еле-еле они там. Родители поступили заявлением через социальные сети о том, что их обзванивали и предупреждали, что в школе нет отопления. У нас в школе есть отопление, все хорошо, работаем в обычном режиме, и никто официально никого не обзванивал. Все, я думаю, мы можем с вами пройти? Нет, нет. Почему? Нет, ну, директора нет, поэтому я не имею киплоном. То есть, вы мне не ускоряете сейчас? Нет. Не ускоряете. Почему? То есть, вам есть что утаивать, да? Мне нечего утаивать, да. Ну, просто директора нет, я исполняю обязанности. Ну, исполняете обязанности. Все полностью в объеме обязанности ложатся на вас. Вы ответственны полностью сейчас за школу? Да. Да. Давайте вместе пройдем, проверим ваши слова, о том, что есть сейчас отопление в школе, в учебных кабинетах или нет. Нет, я не вручу вас. Ну, то есть, вы не вруете? Я не вру. Нет, у нас тепло, у нас в школе, почему-то опрещено. А что, в чем составляет сложность вместе с вами сейчас пройти? Мы трогали эти батареи, они ледяные. Ледяные? Вот эти ледяные батареи? Ну, вот я стою здесь туда, куда вы меня пускаете, они холодные. Давайте вместе попробуем. Вы норматив знаете сейчас при 13 градусах? Ледяная батарея, что ли? А, то есть, вы хотите сказать, что 35-ти градусные батареи на данный момент? Ну, как вы... Сколько вы сдадите этой батареи градусов, вот скажите честно? Вы что, 35-ти нет, разве? 35 градусов, это достаточно, да? Не 90, не 87, не 85. Обратка у вас 76 должна быть, 90 при подаче. И вы считаете, что это нормальная батарея. Какой-то продает отопление, такой у нас. Я не спорю с вами, но вы утверждаете, тем не менее, что в школе есть отопление. В школе есть отопление. Если температура не соответствует нормативу, вы должны... Теплые, теплые батареи здесь. 35 градусов это теплые, товарищи? То есть, это достаточно? У меня комментарии никакие не дают. Я понял. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. У меня вопросы и пожелания. Вопрос следующий характер. К нам обратились родители учащихся школы номер 2 о том, что их обзванивают и говорят, что в школе нет отопления. И, соответственно, на ваш выбор, приводить детей или нет. Мы сегодня в 8 утра проехали туда, проверили при входе, куда нас, естественно, пустили. Отопления в батареях нет. Порядка 35-40 градусов отопительная система держит. Ну, понятно, что это ниже норматив. Вот. Видно, что ученики в школах, в классах через окна находятся в теплой одежде. Это раз. И пожелания. Это неприятно, когда уполномоченные лица разговаривают с нами, как плохие игроки в покер. Когда мы конкретный вопрос задаем, есть ли отопление в школе, человек отвечает, что есть. Но есть ли возможность потрогать просто батарею в ближайшем, нет, мы вас не пустим. Но это так глупо выглядит на камеру. Я могу сказать, что там вопрос. Скажите, а кто вам отвечал? Исполняющий обязанности директора на данный момент. Не сам директор. Исполняющий обязанности директора. Хорошо, я разберусь с этим вопросом. Спасибо. Ну а по отоплению, то есть вам не доложили о том, что в школе нет? И, к сожалению, я сейчас этот вопрос четко не могу сказать, потому что по отоплению, скорее всего, какая-то была вареная ситуация. И пока не могу сказать, что-то. Дмитрий Алексеевич, а у вас на НДС влага какая-нибудь? Марканской, это хорошо, я вам все, я вам даду вопрос. Мы взяли пояснение в ПАУ-Т-Плюс. ПАУ-Т-Плюс сказали, что проблем с их стороны нет, но есть проблема в том, что он в ведении школы находится внутри насос, видаться для увеличения циркуляции, он вышел из строя. Ну, сооруженность. Давайте тогда, пастор Павлович, сооруженные действиями сегодня у вас в этом районе с выполняющим адреса-директором, естественно, надо пообщаться с тем, чтобы она не замыкала свои проблемы. Если вдруг подобные есть, то здесь никто не собирается этот вопрос замыкать. Следить надо, конечно, за тем, какой отопительный режим в школах. Прошу сегодня этот вопрос разобраться и мне предложить о качестве отопления во втором школе. Хорошо.